В Агдавуранском лицеи Ульчей начался капитальный ремонт. В настоящее время произведен демонтаж на 90%. Начались штукатурные работы. Здание учебной организации было сдано в эксплуатацию в 2004 году. Вроде бы, по сравнению с другими школами, срок недолгий. Но здесь есть свои нюансы. Изначально эта школа была долгостроена. Поэтому вся наружная фасад, фундамент школы, после этого инженерка школы у нас износ в порядке от 70 до 90%. Работы начались около двух недель назад. На период капитального ремонта учебный процесс не прекращается. Дети, а это 1200 учащихся, распределены по другим школам Агдавурака. Во время капитального ремонта учебный процесс у нас организован в двух школах нашего города. Это у нас первая школа и третья школа. В основном у нас обучаются в третьей школе. Если взять по класс-комплектам, у нас 37 классов комплектов. 16 классов комплектов у нас организовано в третьей школе. Подрядчик, опытный строитель Ужарол Иргит. Индивидуальный предприниматель в прошлом году провел капитальный ремонт Дустасской школы. Причем закончил работы в установленный срок. На его счету не один мост в труднодоступных районах республики. Объем работы в школе там большая и там сроки до 1 августа у нас. Сейчас как мы начали работать? Недели два. Все работаем. Демодаж 90% закончили. И сейчас контрольную работу начали. На капитальный ремонт лицея привлечено 70-75 человек. Из них 14-15 – жители Чадана, остальные – жители Кожуна. Строители разбиты на пять бригад, каждый из которых выполняет свою часть работы поэтапно. По контракту система отопления меняется полностью частично. Кровля 50% и внутренняя отделка полностью. Полностью будет заменена электросистема «Окна-двери». Будет установлена современная пожарная сигнализация и средства пожаротушения. На все это предусмотрена сумма 89 миллионов рублей республиканского бюджета. После отключения тепла начнут ремонт батарей. Погода в настоящее время не балует постоянством. Тем не менее, ремонт идет с опережением сроков. Строители накапливают резерв драгоценного времени. Главное, чтобы не было перебоев с поставкой стройматериалов. В ходе съемки объекта возник естественный вопрос. Детям скоро сдавать общие и единые государственные экзамены. Не помешает ли капремонт в этом году сдачи ОГЭ и ЕГЭ? У нас девятый класс, это у нас четыре класса комплекта. Учатся 98 учеников. И одиннадцатый класс. У нас один класс, у нас обучается 19 учеников. Все консультации, все подготовительные процессы у нас идут в третьей школе. Нам ничего не мешает. Всего в 2023 году кардинальному обновлению подлежит не менее 13 школ республики. Помимо ремонтных работ, федеральная программа капремонта включает широкий круг мер по развитию школ. В частности, закупка оборудования, повышение квалификации учителей. Важно создать комфортную и современную образовательную среду вне зависимости от того, городская это школа или сельская. Сайганбербео Владимир Сюрту, Казамато Чуртува, 24, город Агдовурак.